Здравствуйте! Вы смотрите Итоги дня. Мы расскажем о том, что произошло в Ульяновской области 29 января. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Надежда на жизнь, как и в Ульяновской области, помогут детям с редкими заболеваниями. Половину резервного фонда врачам об исполнении бюджета 2020 доложили губернатору. Самолеты ульяновского производства присвоили имя авиаконструктора Генриха Новожилова. Детская жизнь бесценна. Однако найти средства на ее поддержание порой стоит родителям больших усилий. Глава региона утвердил план по созданию регионального благотворительного фонда, деятельность которого направлена на финансирование лечения детей с орфанными заболеваниями. Александра Никитина продолжит. Маленький Андрюша в свои юные годы мужественно борется со страшной болезнью. Опухоль ствола головного мозга. Диагноз, поставленный мальчику, требует безотлагательного медицинского вмешательства. Каждая минута промедления играет против него. За помощью мамы малыша Сазонова Олеся обратилась к главе региона. Общими усилиями Сергея Морозова и Екатерины Смороды, уполномоченной по правам ребенка в Ульяновской области, Андрюше удалось спасти. Хочу выразить огромную благодарность нашему Сергею Ивановичу Морозову в том, что вместе с Екатериной Вячеславовной, в том, что они в самый тяжелый для меня момент, они меня не бросили. Даже я обратилась в субботу вечером, они даже в выходные свои отложили дела, и мне помогли моему ребенку попасть в Москву на те процедуры, которые нам были жизненно необходимы на тот момент. К сожалению, Андрюша не единственный ребенок в регионе, который борется с тяжелым диагнозом. Больше ста детей нуждаются в дорогостоящих операциях, постоянном наблюдении врачей. Оплатить курс лечения родителям не по карману. Суммы превышают несколько десятков, а порой и сотен миллионов рублей. По распоряжению президента Российской Федерации было решено создать специальный фонд «Круг добра» для финансирования лечения детей с редкими заболеваниями. Инициативу поддержал губернатор Ульяновской области. На учредительном собрании рассмотрели все подводные камни и план работы. Фонд, к которому детки со спинально-мышечной атрофией, с другими орфанными заболеваниями, я очень надеюсь, мы все очень надеемся, родители, с которыми мы общались, очень надеются, уже совсем скоро в жизненно необходимые им сроки начнут получать долгожданные препараты. А это не просто лекарство. Спинальная мышечная атрофия – заболевание, поражающее участок нервной системы, контролирующее движение мышц. Блезный эпидермолиз, так называемая болезнь бабочки – заболевание, делающее кожный покров ребенка гиперчувствительным даже к незначительным контактам. Ежегодно такие приговоры врачи выносят десяткам малышей. На сегодняшний день мы знаем, что будет решаться проблема детей со спинально-мышечной атрофией. Это дорогостоящее лечение от 50 миллионов рублей и выше на один курс лечения, который составляет один год примерно. И мы понимаем, что это просто неподъемная ноша для тех семей, которые сталкиваются с этой проблемой. Значение фонда в жизни семьи, где живут детки с орфанными заболеваниями, переоценить сложно. Мама Коли Ермолаева Татьяна поделилась с нашей съемочной группой историей болезни своего сына. Чтобы достать необходимый для спасения мальчика препарат, женщине пришлось преодолеть и судебные разбирательства, и долгие месяцы ожидания. Лекарство Татьяна получила, однако его хватило на два месяца. С ноября маленький Коля не получает надлежащее лечение. И вот здесь как раз региональный фонд – это просто чудо, счастье, наша огромная надежда, потому что сегодня Сергей Иванович дал нам понять, что вот на тот период, пока решаются большие глобальные вопросы на федеральном уровне, будет поддержка из регионального фонда, и сын сможет ходить, двигаться, жить полноценной жизнью. Предварительно региональный благотворительный фонд начнет свою работу в середине весны. На конец апреля, начало мая родители больных детишек уже будут знать номер телефона, детали обращения. Будет и номер телефона, уже будет соответствующий сайт, будут и другие информационные источники, через которые можно будет получить информацию, куда обратиться и с чем обратиться. Но принцип работы данной организации будет минимум бюрократических процедур, максимум внимания, адресный подход и комплексная индивидуальная работа с каждым конкретным случаем. На совещание затронули и другие не менее важные темы, касающиеся благополучия детей. Помощь детям-сиротам, обеспечение их жильем и пропитанием, психологическая помощь для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Сейчас, когда дети наиболее подвержены влиянию социальных сетей, особенно важно уделять им больше внимания и заботы. Меня, наверное, как-то волнует еще здоровье моральное. Вот тот балаган, который был направлен на детей в прошлую субботу, вот этот бред, свидетелем которого я был, я видел то, что двигался по этой улице Гончарова, вот крайне возмущение просто абсолютное. Берегите себя и своих детей. Александра Никитина, Владимир Куликов. Новости Уллправды ТВ. Самолету Ил-76 МД-90А производства Ульяновского авиационного завода присвоили имя великого авиаконструктора, профессора и академика Генриха Новожилова. Он создатель легендарных самолетов Ил-76 и Ил-96. Генрих Новожилов умер на 94-м году жизни в 2019 году. Дважды герой социалистического труда посвятил авиастроению больше 70 лет жизни. Папа с детства мечтал о небе, мечтал об авиации, мечтал о самолетах. Но мало кто знает, но он в общем-то не собирался становиться конструктором. Он мечтал стать летчиком, наверное, как многие его сверстники. К сожалению, судьба распорядилась, а может быть, к счастью, судьба распорядилась иначе. И мы здесь, в Ульяновской области, очень рады, что отныне в составе 235-го военно-транспортно-авиационного полка будет нести службу новый суперсовременный самолет Генрих Новожилов. Ил-76 МД-90А обладает улучшенными характеристиками по сравнению с его предшественниками. Модернизированная версия имеет малошумные двигатели, а современная стеклянная кабина позволяет упростить работу экипажа при выполнении поставленных стратегических задач. Самолет способен перебрасывать до 60 тонн груза на расстоянии до 4000 километров. В 2020 году правительство Ульяновской области направило рекордную сумму из областного бюджета на отрасль здравоохранения. Сумма всех ассигнований – 13 миллиардов рублей. Если же учесть и федеральные средства, областное здравоохранение потратило за год около 28 миллиардов. Как и куда потратил деньги региональный Минздрав, губернатор обсудил с первым заместителем председателя правительства Мариной Алексеевой и исполняющей обязанности министра финансов Натальей Брюхановой. Подробности встречи в нашем материале. Казалось бы, 27,8 миллиарда – сумма гигантская. Однако, как уверили губернатора Марина Алексеева и Наталья Брюханова, ни один рубль не был потрачен зря. По их словам, пандемия COVID-19 в 2020 заставила сформировать новые методы финансирования учреждений здравоохранения. К настоящему времени эта работа окончательно выстроена. С учетом того, что COVID-19 уже не в чрезвычайной ситуации, так как мы на нее смотрели в бюджетных своих решениях 2020 года, в том числе и принимая решения по вашему указу о выплатах медикам, с 2021 года это финансирование производится в плавном программном порядке. Исполняющий обязанности министра финансов считает, что несмотря на все сложности, регион неплохо отработал этот период. Удалось не только выполнить многие обязательства самостоятельно, но и привлечь федеральные средства, что позволило региону пережить сложный 2020 год без особых экономических потерь. Все эти средства пошли на развитие разных отраслей и поддержку граждан. Мы получили поступления, которые опережают поступления 2019 года. То есть общий объем поступления составил более полумиллиарда рублей. Если говорить о доходах консолидированного бюджета, то общие доходы консолидированного бюджета составили 81,2 миллиарда рублей. Особое внимание в прошлом году было заострено на развитии телемедицины. На базе городской больницы номер 3 открылся центр, сотрудники которого ежедневно осуществляют звонки пациентам, находящимся на амбулаторном лечении по диагнозам ОРВИ, пневмония, коронавирусная инфекция. В Медицинском информационно-аналитическом центре была создана централизованная региональная электронная регистратура и система службы коротких сообщений для информирования граждан о результатах тестов на COVID-19. Для нас крайне важно сейчас продолжать с вами анализировать и сами цифры, да, и производность этих цифр, почему так произошло и что в связи с этим нам ожидать в 2021 году. Это первое. Второе. Мы видим о том, что Министерство финансов Российской Федерации достаточно хорошо оказалось в содействии региону, в том числе нашему региону, в 2020 году. И судя по заявлениям министра финансов, и в 2021 году ожидается дополнительная финансовая помощь субъектам Российской Федерации. Сотрудничество с федеральным центром губернатор Сергей Морозов считает одним из важнейших направлений работы в течение 2021 года. Анализ доходов и расходов за 2020 год уже проводится. Одновременно формируются планы и предложения к федералам. Все профильные министерства и учреждения уже вовлечены в эту работу. Потерянные малыши и молодежь с административными протоколами. Напомним, 23 января в Ульяновске произошло массовое гуляние политического характера. Стоит ли детям и подросткам участвовать в опасных сходах и демонстрациях, ответили общественные деятели. Несанкционированная акция в центре Ульяновска наделала много шума. Провокации особо активных ульяновцев и истории с потерявшимся ребенком вызвали резонанс. Общественные деятели не остались в стороне и высказались по поводу участия детей во взрослых играх. Ну, безусловно, если у вас есть потребность, если у вас есть такое желание митинговать и что-то высказать, какую-то свою точку зрения, поучаствовать в каких-то организованных, опять-таки, мероприятиях, безусловно, это должно быть вне детей. В лучшем случае малыши могут напугаться агрессивных криков толпы. В худшем – получить травмы в давке. Подростки, конечно же, покрепче физически. Кто-то сможет сориентироваться, увернуться и отойти с места потасовки. По мнению ульяновских общественных деятелей, неокрепшему мам стоит держаться подальше от подобных сходов. Совершеннолетие также не гарантирует адекватного поведения. 18-летние, уже вполне сознательные парни, бьют милицию. Это пожизненно испорченная себе судьба. Попав однажды в места отдаленные, человек навряд ли когда-то встанет на нормальный путь. Мы это осуждаем, мы это не поддерживаем. И всячески пытаясь в своем кругу, общаясь с детьми, вот сейчас уроки мужества идут, что это не нужно делать. Это не тот шанс, не те рычаги, которыми нужно действовать, тем более детьми. Со своей стороны хочу пожелать нашему правительству очень серьезно взглянуть на молодежную политику. И все-таки, наверное, должна быть единая какая-то идеология, в рамках которой, в нашей стране, в рамках которой молодежь могла бы понимать, что такое Родина, что такое хорошо, что такое плохо. Участвуя в незаконных акциях, человек может изрядно подпортить себе профессиональную репутацию. Например, при приеме на работу могут отказать, если у соискателя имеется административное наказание в прошлом. Особенно это актуально для студентов, у которых профессиональный путь еще в стадии зарождения. К сожалению, 23 января не обошлось без нарушений. Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности. Это нарушение установленного порядка организации либо проведение митинга, собрания, шестия. И санкции по этому составу, я подчеркну, достаточно серьезные. Ну, к примеру, организация либо проведение несанкционированного массового мероприятия влечет наложение административного штрафа на граждан от 20 до 30 тысяч рублей. Также могут последовать обязательные работы на срок до 50 часов или же 10 суток ареста. Стоит отметить, что именно родители подростка понесут наказание. По мнению юных волонтеров, чтобы не случалось подобных бед, молодежь необходимо привлекать к более позитивным мероприятиям. Мы подумали, что кто-то пришел, потому что давно не было массовых мероприятий, возможно, такого вот формата, что им просто скучно стало. А так и было. На самом деле, многие просто реально снимали тиктоки, там снимали видосики, фоткали, улыбались, смеялись. То есть многие ребята просто не поняли, а по чему мы вообще тут делаем. Нас сознательно как будто пытаются разделить, то есть столкнуться лбами. И это все идет в социальных сетях, идет с такой молодежной повесткой. Выход энергии нужен молодому поколению. Главное – правильно ее направить. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды.ТВ. Молодежный центр современного искусства 31 января отметит свой первый день рождения. Напомню, он был создан год назад по инициативе губернатора Сергея Морозова. Это филиал художественного музея. Расположен он по адресу улицы Ленина, 83. В нем есть арт-коворкинг, образовательные аудитории, выставочные пространства и лавка интересных вещей. 31 января каждый желающий сможет поздравить это уникальное креативное пространство с годовщиной. Там будет презентация пространства нового лавка интересных вещей, в котором наши ульяновские умельцы могут представить и художники свои произведения. Ульяновский музей Аркадия Пластова 31 января впервые представит часть золотой коллекции отечественного живописного искусства. Это работа художников Московской школы живописи, в том числе Николая Аркадьевича Пластова. Беседу о выставке с Николаем Николаевичем Пластом, внуком народного художника, смотрите в материале Ирины Антоновой. Новая выставка в музее Пластова, которая откроется в день рождения Аркадия Александровича, 31 января расширяет представление о круге единомышленников его сына, заслуженного художника РСФСР Николая Аркадьевича Пластова. В экспозиции представлены не только его работы, но и произведения его друзей и коллег по живописному цеху, выпускников Московского художественного института имени Сурикова, представителей Московской школы живописи ее позднесоветского периода. Нигде вы не найдете до определенного момента такого выражения Московской школы живописи. Она сформировалась сама собой, под влиянием многих факторов исторических, культурологических. Во всяком случае, Суриковский институт в свое время, ну и потом, мне кажется, и до сегодняшнего дня, является вот таким альмаматором этого направления. Ефрем Звериков, Эдуард Браговский, Виктор Чулович, Андрей Татунов, Андрей Суровцев – это имена, которые блистали на Олимпии искусства в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века. Их живописные работы впервые будут представлены в зале музея Пластова. Почти полвека они хранились в фондах Ульяновского областного художественного музея. Несомненно, на творчество Николая Аркадьевича оказало большое влияние и семья, особенно отец. Подход к натуре, ее исследованию, а также знание рисунка, анатомии, законов освящения – все это преподал любимому сыну Аркадий Александрович Пластов. И я свидетель того, что дед говорил, так сказать, ну, за глаза, вне, ну, когда отца не было рядом, вот, Колька у меня талантливый человек. Вот, это, ну, было, я слышал такое, моей бабушке это говорил. Вот, поэтому Аркадий Александрович нормально, высоко оценивал творчество своего сына. Но это не единственная выставка, которая откроется в день рождения народного художника СССР. В другом зале музея гости торжественных мероприятий увидят работу самого мастера из собрания семьи. Выставка называется «Аркадий Александрович Пластов. Примеры художественных решений». Также 31 января в музее состоится презентация и инсталляции «Базар», а для детей – настольные игры «Сельская жизнь» на картинах Аркадия Пластова. Пройдут семейные мастер-классы от ар-пространства «Заваленка». Ирина Антонова, Данил Сурков, Новости Уллправда ТВ. В ближайшие сутки ожидается сильная гололедица. Температура составит минус 6 градусов, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на нашем сайте. До свидания.